Международные кубки, чемпионаты, это в сто раз не то, по сравнению с тем, чтобы один раз увидеть вот этот фейерверк. Ради этого фейерверка спортсмены и выкладываются. Пока накануне предлагали бойкотировать и не ехать на игры, главный тренер татарстанских лыжников и паралимпийцев Фрида Софиулина твердо настаивала. Такое говорят лишь те, кто не вкладывается в спорт. Который не тягал каждый день и в день три раза штанги и не бегал в лесу. По 30, по 50 километров. Вот этот человек может сказать, да зачем, да ты без флага, да как же. Когда он пробежит по лесу и сделает одну, вторую, третью тренировку, у него будут другие желания. Накануне Владимир Путин дал зеленый свет атлетам, которые намерены показать себя на Олимпиаде. Решение за спортсменами. Показать себя на Олимпиаде для наших спортсменов сейчас то же самое, что сыграть один на один в поле. Поймал! Это мы пробили. Самый главный вопрос финансовый, но еще остается не сломаться психологически. Есть! Ловлю. Ведь список медиков и тренеров будет куда короче. Речь стоит не только о том, что поехать или не поехать. А речь стоит о том, что если поехать, то все-таки на каких условиях будут ли нашим спортсменам созданы такие же условия, равны со всеми другими участниками. Елена Тарасова переживает за фигуристку Женю Тарасову в тандеме с Морозовым. Они сейчас лидируют в рейтингах среди фигуристов. Утвердить их кандидатуру должны в конце декабря. Ребята ну столько уже отдали этому, что конечно они сейчас все сделают, чтобы собраться, как-то не размениваться на лишние эмоции. Потому что действительно люди, которые доходят до Олимпийских игр, они на это поставили на карту все. Сейчас лонг-лист татарстанских спортсменов выглядит примерно так. Среди лыжников Андрей Ларьков, Анна Нечаева, Мария Давыденкова. У биатлонистов лыжников Марта Зайнулина, Рушан Миннигулов, фигуристка Евгения Тарасова. Также по всем показателям готовы и наши сноубордисты Владислав Хадарин, Милена Быкова и Валерий Коллегов. 12 декабря будет решение на Олимпийском собрании. Надеюсь спортсменов допустят, они могут поехать. Конечно, защищать честь страны это дорогого стоит. А если мы обойдемся без этих наркотиков и допинговых скандалов, то мы докажем всем, что мы чисты перед всеми. На участие в Олимпиаде могут претендовать и хоккеисты Акбарса. Отбирать и утверждать будут тренеры российской сборной. Если список только готовится, то финансовую поддержку сегодня подтвердило правительство страны. Редактор субтитров А.Семкин